Ну что, зовут меня Константин Сергеевич, фамилия моя Смирнов. Я закончил эту школу в 1969 году. Это был незабываемый 10-й А. Вот это наш кабинет, бывший кабинет истории, где работала наша классная руководительница Валерия Ивановна Якушева, наша любимая Валерия Ивановна. Вообще у нас было тут довольно много педагогов, которых мы очень любили. Это и Валерия Ивановна, и Мария Ивановна Славкина, которая преподавала русский литературу. Это и Клада Васильевна Героева, которая преподавала биологию и анатомию, по-моему. Мы того их любили, что на дочери Клады Васильевны я даже женился. Несколько позднее, да. Ну, а вот в этих стенах, собственно, в этом классе протекла вся наша жизнь до 1969 года. И, вы знаете, я сюда пришел, в эту школу, в четвертый класс. Я очень не хотел, чтобы меня родители переводили сюда. И довольно долго я все никак не мог смириться с тем, что меня перетащили в эту школу. Но, вы знаете, потом, наверное, класса седьмого у нас образовался такой спаянный коллектив, который сейчас уже, наверное, из наших учителей нет никого живых, я думаю. Но, покуда они были живы, они всегда говорили, это десятый А, хотя после нас был уже, я не знаю, миллион десятых А. Но нас как-то особенно им запомнился. Запомнился. Ну, действительно, класс был очень яркий, были очень талантливые ребята. Ну, что же сказать, я был двоечником, хотя вот здесь сидит моя соседка по парте, Марго Маркарян, которая была отличницей, и я, как двоечник, конечно, был счастлив с ней сидеть, поскольку я у нее сдувал все, что было возможно и невозможно. Вот. Но, тем не менее, вот французский язык, который, как я считал, мне никогда не понадобится, потому что я потом поступил на филологический факультет МГУ, на русское отделение, то есть язык мне практически не должен был пригодиться. Но, как выяснилось, позднее он мне просто, не просто пригодился, а я с ним стал работать, поскольку у меня, говорю, и остаются по сей день французские партнеры. Так что, что Бог не делает, то и к лучшему. Ну, и, кроме всего прочего, вот до сих пор прошло уже 50 лет, в прошлом году 50 лет было, как мы закончили школу, а ведь до сих пор мы встречаемся с нашими друзьями, одноклассниками. Каждый год, еще несколько раз, и все встречаемся так, как будто мы расстались вчера, хотя, на самом деле, я повторяю, это прошло уже 50 лет назад, да. 60 лет от из тех пор, как мы поступили. Ну, что вам сказать, конечно, с этой школой, с этим домом, с этим зданием у меня связана масса всяких разных замечательных историй, всех рассказать невозможно. Ну, вот, про курение в уборной действительно рассказать нечего, потому что нас гоняли оттуда. Был такой заведующий учебной частью Василий Михайлович, Серов, который, поскольку он был мужчином, мог войти в мужской туалет. Поэтому в туалете мы не курили, а в основном курили наверху, на чердаке, у чердака. Вот, и когда мы приходили к нему на урок, он кричал, Смирнов или там Лазурский, вы накурились, как извозчик старой Москвы. Что он считал, видимо, страшным оскорблением. Вот. Ну, что еще? У нас тут была замечательная самодеятельность в классе. Она потом, правда, несколько расширилась за счет приглашенных ребят. Но самодеятельность у нас была действительно замечательная. И всегда были вечера такие увлекательные, что называется. Вот. Ну, у нас даже Люда Розанова стала. Актриса профессиональная, она работает в театре Станиславского. Вот. Ну, вообще у нас, я говорю, такой артистичный был класс. Но очень многие пошли в инъяс и продолжали совершенствоваться по французскому языку. И стали замечательными синхронными переводчиками. Или там занимаются чем-то связанным с Францией, литературой или наукой какой-то. Вот. А я ушел в журналистику, закончив университет. Работал в Комсомольской правде. Потом работал. Была такая газета «Социалистическая индустрия». Я был репортером. Вот. Потом я все это бросил. Стал писать сценарии. Но, когда началась перестройка, я ушел опять в печать. И работал в журнале «Огонек». При Виталии Алексеевича Коротича. Ну вот. А потом я уже ушел, так сказать, в свободный творческий поиск. И, как ни странно, стал телеведущим. Что при моей артикуляции и моей дикции, конечно, странно. Но тем не менее, я был телеведущим. И довольно долго вел на разных телеканалах. На НТВ, на Первом, на Культуре. Вел программу «Большие родители». В том числе, я встречался с ребятами, чьи родители были известны в стране Ежминии, которые учились у нас в школе. Ну, там, скажем, Кирилл Арбузов, сын известного очень, драматурга Алексея Арбузова. Кто там еще был? Ну, я сейчас так сразу не вспомню. Но, во всяком случае, было много таких у меня собеседников. Поскольку программа была о знаменитых родителях, устами их детей. Ну, а теперь я продюсер на телевидении. Работаю в основном с каналом «Культура». Делали мы какое-то кино еще, несколько фильмов, сериалов. Вот, так что, ну, вообще, эта школа для меня семейная, потому что здесь когда-то учился, у него выпуск был в 59-м году, мой брат старший, Андрей Смирнов, известный довольно актер, кинорежиссер, автор Белорусского вокзала, в том числе народный артист России. Вот он здесь учился, и, значит, по наследству меня сюда отдали. Потом здесь учился мой сын, учился мой пасынок Кирилл. Вот, так что это для меня школа, как родной дом. Но, к сожалению, уже никого из тех, кто нас учил жизни и различным наукам, к сожалению, их уже, видимо, нет в живых. А это были замечательные люди. И Валерий Иванов, который я говорил, наш классный руководитель. И Инна Яковлевна Розенталь, которая нам преподавала французский язык. Евгения Михайловна Барминапова, да? Евгения Михайловна? Не помню фамилию. Помню Барминапова, да? Нет? Евгения Михайловна. А? А? Ну, в общем, очень много замечательных людей. В общем, ярких таких. Вот, скажем, в следующем кабинете был кабинет Валентины Борисовны Готенберг. Был еще Эмма Гайвина. Ирна Семеновна Берин. Ирна Семеновна Берин. Ирна Семеновна Берин, да, прекрасный французский язык. Эмма Гайвина Михитарян была такая. Это все люди, которые писали учебники французского языка, по которому училась тогда практически вся советская французская школа. Вот. Так что, к сожалению, ну, никто не вечен. И мне уже скоро 70. Хотя, значит, здесь я провел, по-моему, лучшее время своей жизни. Но это было уже довольно давно. Оказывается, что было вчера. Вот видите, уже 70 лет в школе. Так что, вот что я вам могу рассказать. Спасибо. 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 Спасибо.